опять меня прервали уже забыла даже где крита что ты снимаешь вот это одеваешь вот говорю на этот на youtube выкладываю что говорю нельзя не 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 нельзя мне горит интересно шов ты все время снимаешь там так много вот кстати и мы поговорили поговорили он мне горит это тоже наш член клуба нашего кстати вот это вот я тоже купила прошлом году на выставке в токио на всемирной который в этом году не будет вот здесь вот выставлены гибриды как раз я перед этим говорила да что здесь в основном эти природные вот какой у этого цвета обалдеть да вот на этой поляне у нас гибридные а там остальные это уже все вот что я только что перед этим ходила показывала это у нас поляна с природными и давайте я покажу призеров вот это вот три призера обычно я отсюда захожу начинаю снимать но сейчас тут были шумгам из наших членов клуба каланта вот и про него говорила что я когда совсем по-другому на них стала смотреть довольно таки красивый куст с такими интересными цветами но мы тоже них говорили и в основном они мелкие конечно и нужно довольно таки усилия приложить чтобы вырастить их большими я спрашиваю какие усилия это надо корать сила сила нужно ухаживать за ними но у каждого свои секреты почему они такие большие да они мелкие как обычно и вот с этой стороны тоже немножко покажу долго как цветут или они позже зацвели тянцы псы мне уже давно давно цвели вот это вот я хотела напоследок показать это пастрал и нос сенс у кого мальчики был такой носит и носит я забыла как он правильно читается по японски говорит но он и нос сенс сенсу да вот именно с вот этой вот точечка не точечка полосочкой на губе потому что у меня просто белый чисто белый скоро должен зацвести и на самом деле почему я захотела показать вернее вебова всему показала да так вот кручусь вокруг него у него цветы почти вдвое больше то есть цветок вот где-то вот до сюда должен быть темная рука вот такой вот огромный но из-за того что и вот так много у них такие довольно таки небольшие цветочки на самом деле не должны быть намного лопухастия и тоже мы об этом только что обсуждали что лучше или огромные цветы или когда их много ну да выбирай хотя как вырастет если выросла такая большая кабу кого розетка да лучше и поделить и чтобы было там например меньше но огромных цветов и чтобы их можно было развернуть все в одну сторону так вот да презентабельно а когда большая такая куртина большая такая розетка их попробуй всех раздвинуть и нужно на это время и не упустить его потому что потом они становятся упругие и плохо поддаются да в общем труд это чтобы зацвести такие шикарные цветы и еще одна комната здесь это понимаю вот это вот этот стенд с валкирианами там мы были в самом начале тоже я название не буду подписывать их много разных есть одинаковые конечно название все написаны по-японски у кого например можно достать там видать да эту бирочку я туда уже лезть не хочу вот тоже какой горшок да сколько корней вот я например люблю так когда все на вылазит и так вот природно смотрится а кто-то горит шуфу крупный довольно таки цветок по сравнению с рукой да для волкириана я и хожу тут еще диамонт волкириана но что-то я не вижу я там его видела в продаже вот этот вот нашла по-моему это он волкириана а нет это семья альба а похож вот тоже это тоже семья альба токио вроде две семья альби но чем то не отличается ну да по цвету и форма губы немножко разная да вот знатоки кто увидит а две волкирианы семья альба вот эта которая справа на токио называется номер один даже наверно там есть и еще другие номера ну да ладно так наши ушли я говорила да на обед поэтому стало тихо никто не шумит так тут у нас бульбаши а нет это даже цветет вот такой вот бульбашик это сакинавы это бульбаш давайте попробуем бекалор на биа на кого так это у нас медуза но она еще в процессе как то так прям как веники да ее эти бутончики ну я надеюсь что это ниш потом распрямятся тут еще бутончики это какая то мелкая у нас кто котлея прям совсем вот да массенькая какая да довольно таки много поприносили котлея это все общими усилиями люди поприносили повыставляли столы здесь это все собирали чтобы мы приходили и любовались этой красотой да давайте кстати на посадке посмотрим балкирианы в основном им грунт практически не нужен видите тут тоже глиняный горшок и там грунта этого и не видно совсем там пробка есть ну вот здесь вот видно уже сто лет не пересаживали да там мох такой уже страшный а кстати мы там не посмотрели ну в основном все равно глина вот тут тоже да и мох и видите как они растут сами куртины все равно растут выше этого мха просто опуская туда насколько им нужно свои корни то есть валкирианам грунт ну вот совсем не нужно такой большой горшок ей можно вообще просто в блюдечко положить грунта и этого будет достаточно ну или просто конечно на блок но наши на блоке не любят сажать в горшках просто удобнее их повесил за крючочки тоже крючочки сами делают повесил один на другой один на другой и это все компактнее а мне вроде как и на блоках компактнее ну вот кому как это видать свежая вот у нас пересадка да вот вот такие вот горшочки пониже как раз как раз для валкириан то что надо вот этот например горшок кто его сюда посадил неуросан большой вот вот этот уже нормальный какие у нее интересные бутоны в оазе да листья тонкие вот вот этот интересно просто я постараюсь найти название бросового а глаука бросового глаука глаука по моему да что то так а вот это кто звезда эпидендрум с такими мелкими цветочками зелененький и бульбашики и бульбашики ой еще одна полка я уже устала снимать и еще одна катасету тайванголд какие здоровенные псевдобульбы я свою покупала цветущий но в этом году у меня ни один не зацвел у меня их несколько но хозяин мне сказал что они могут еще и весной зацвести то есть говорит если сейчас не зацвел то весной зацветет цветочки надо про свой тоже сделать видео потому что мой вот и наверное от этого куста тоже у меня есть что-то что-то когда с поливом если напутаешь то вместо бутонов у них вместо цветочков у них будут детки и сам хозяин этот а это не его это он кому-то его наверное продал хамагочи сани ну это его и этикетка тоже его и он мне пару лет назад отсюда отрывал детки которые были и они у меня укоренились здесь ну я конечно него еще и большой тоже купила ну и тут эти башмаки большие размеры а вот это же эта форма как она называется какие они интересные да листья у него красивые но они заляпанные видать с чем-то его от чего-то травили и совсем недавно вот такой тоже очень редко можно увидеть у дизия да а это у нас какой-то дендробиум макро филум ожоги это от солнца это такие характерные а это какой дендробиум сандер сандерла сандера белоснежный белоснежный а вот этот похож что света наша из Германии светик часто показывает я там не найду далеко далеко есть там этикетка но далеко дендрофаленопсис какие у него огромные цветы ничего себе у меня похожие есть ну в два раза меньше цветочки а ты как называется интересно здесь можно увидеть мемория окинава ооо 2005 и небольшой кусочек вставлю самого магазин здесь есть яйцекламены конечно же потому что сейчас сезон да и то что вот наши приносили свое продать излишки кто специально выращивает чтобы разделять когда выставки продавать их здесь тоже кто-то приносит и сами наверное где-то в ботаническом саду их выращивают давайте нефины посмотрим но вот эти довольно-таки дорогие это для тех кто знает что там у них такое дорогое цена тоже каждый сам себе придумывает сколько денег хочет за свой труд да за то что он вырастет за то что он вырастет вот фаски я первый раз тут вижу ну вот фаска даже есть там какая-то котлея была я по-моему уже смотрела ее трианая где-то чуть меньше 50 долларов эта фасочка будет стоить я конечно хотела шамбургию но но мне придется с собой увозить довольно-таки много вещей мне тут поприносили я потом покажу в обзоре что я увязала отсюда она стоит вот эта вот большая с двумя цветоносами ну вот такими вот сколько же она стоила давайте посмотрим чуть меньше 20 долларов старые тут мои псевдобульбы да они пятнами покрытые грибок но молодые все чистые поэтому я не думаю что это что-то страшное и вот здесь тоже есть но они еще не цветущие другого названия по-моему так сейчас я вас туда-сюда пошвыряю сейчас посмотрим как она тут называется это на продажу поэтому их можно смотреть эти этикетки это у нас удимания это что я только что показывала это удимания да так я пытаюсь вставить а вот здесь вот у нас другие а это супер бенз супер бенз что ли я их посмотрела они довольно таки дешевые там что-то ой это вообще 5 долларов может ее забрать и пускай себе растет но она еще не цвела то есть это молодая розетка да вот тут довольно таки уже не молодая если взять эти псевдобульбы да и вот сколько у нее новых новых растет и никто даже намека не давал на цветение поэтому это странно ну вернее не странно а много сколько у меня времени займет на то чтобы она дошла до возраста цветения есть побольше да вот может быть даже она и цвела хотя навряд ли потому что не это не это предыдущие не цвели и вот тут вот тоже да тоже намека даже нет что она собирается цвести это такая же вон там побольше горшок я уже их пересматривала и у него тоже нет ни одного намека на цветение или что он цвел это уже недорого около чуть меньше чем 20 долларов да смотрите они такие большие это я себя отговариваю это я себя отговариваю его его брать а я хочу шамбурги цветущую вот что делать у меня одна уже есть огромная здоровенная псевдобульбу уже в кулак не сожмешь то есть если эти можно еще тогда взять вот так вот мои уже такие здоровенные что не возьмешь и там есть какие-то пинтки у них обнадеживающие но нет цветов я от нее ни разу не видела смотрите у этих тоже нету цветоносов но но это я просто не довезу еще с такими огромными длинными цветоносами покупать надо конечно без них ну да ладно сказала быстренько сниму и все пока никого нету да только продавец ходит вот вот такой вот магазинчик вот так вот привозят на продажу здесь из каких из теплиц еще есть тоже из соседнего города привозят вот эти вот диндробиум диндробиум тоже когда-то покупала и вот такие вот диндробиумы там по одной по две псевдобульбочки но с такими довольно таки большими цветами гибрид нобеля чуть меньше трех долларов все вот эти вот вон там побольше куртины там подороже да еще по моему башмаки тут были гиганты они поскольку чуть меньше чем там 15 долларов и такие вот желтенькие фалии нопсисы ну и вот видите в основном вот такой вот у нас выбор котлей котлей тут проще всего выращивать потому в основном это котлеи вот вот я вот вот его вот Продолжение следует...